Комплексный вопрос для начала. Действительно, любая база данных может быть использована не только сейчас, но и со временем. Чутко нужно понимать, что через 10 лет, если будет систематизация данных, она может быть использована и можно будет проводить аудит «было-стало». Но относительно борьбы с оппозиционерами, неким таким, насколько это инструмент. Это действительно инструмент, но есть и другие инструменты. Уже они были использованы ранее, заводились дела в ГПУ, потом мы знаем манипуляции с теми же другими антикоррупционными органами, как НАБУ. То есть разные варианты. Когда нужно держать в узде оппозиционеров, находятся и другие инструменты. Достаточно вспомнить, у нас бывает такая мода, сегодня угнетенными могут быть одни силы, достаточно вспомнить, тот был оппозиционный блок, хорошо знает, как с ними было. Потом могли переключать фокус на другие силы, где-то батьковщина, где-то самопомощь. То есть когда происходят какие-то неугодные, их, конечно, могут немного притеснять, а иногда и сильно. То есть использовать силовой фактор давления на оппонентов, конечно же, можно. Так же, как и на соратников, которые так или иначе пытаются показать свою независимость. Тревожные моменты другие, на что хотела обратить внимание. Первое. Открыто почти все говорят о связи главы новых антикоррупционных органов с определенной политической силой. Это должны быть независимые фигуры. Нельзя ставить... У нас немножко подутих скандал с тем же Насеровым. Был конкурс, должна была быть совершенно независимая кандидатура, но так или иначе потом вскрываются связи, давление. Какие-то там... То есть опять здесь приблизительно та же ситуация. То есть в открытую, доказывайте этот момент, фигуры такие должны быть равно отдаленные от всех политических сил, потому что они должны демонстрировать свою независимость. То есть мы говорим уже не просто об открытых каких-то квотах политических сил, а просто о связи, поповинной связи с той или иной группой влияния или политической силой. Это тревожный маркер. Следующий момент это колоссальный непрофессионализм во всех антикоррупционных органах, как старых, так и новых. Независимо от того, будем с вами обсуждать агентства, бюро, СААП, ГПУ, но тотальный... Так в цьому сенсу. Никому не потребен независимый профессионал. Всем потребен херованный непрофессионал. Нам нужны украинцам, нужны профессионалы. Для этого выделяются колоссальные бюджеты. Для этого идет доверие к этой власти, которую избирали легитимно, давали полномочия менять систему. На это был запрос, на эти реформы. Где реформы? Вот годовые отчеты, да, вот не так давно были. Годовой отчет НАБУ, САП, ГПУ. Что, о чем мы говорим? Там же просто тотальный непрофессионализм, и оно все вызывает отторжение у общества. Мы скоро добьемся того, что ко всем, как старым, так и новым органам будет... Не то, что вот, как мы говорим, там саботаж за заполнение таких. Это, конечно, знаете, такие цветочки, ягодки будут попозже. Потому что, давайте не забывать, что одним из требований МВФ как раз был, это аудит электронного декларирования. И мы стоим опять на пороге нового транша, да, мы стоим на пороге пересмотра бюджета, закончился первый квартал. Мы стоим на много... ну, то есть у нас серьезные проблемы, а мы элементарных вещей не можем сделать. Как среагировал Запад? Да ужасно среагировал Запад, потому что сначала они были в шоке от того, что оголилось, потом они требовали аудит от того, как это накопилось, да, ведь все же подумали, что это нулевые декларации, прям покажем и все простят. Не тут-то было, господа, аудитом никто не занимается. Ведь при колоссальных отчислениях, да, антикоррупционные органы и силовой блок провисает социалка, все, о чем говорил Каплин, куча людей, которые нуждаются каждый день в финансировании, они в затянутых поясах, а мы не видим эффективности. Ну, плачевно.